Твой мужчина в стрессе. Ты не знаешь, что делать, у него опустились руки, и у тебя рядом с ним тоже опускаются руки, а может быть даже и ноги. И вообще все опускается, когда ты видишь, что твой мужчина оказывается в состоянии непонимания, что будет дальше, что делать, как справляться с ситуацией. Соответственно, ты, являясь свидетелем всего этого, тоже приходишь в состояние стресса. Это видео будет полезно тем девушкам, которые находятся в отношениях с мужчинами, которые не могут найти выход из сложившейся ситуации. Тем более, учитывая все то, что происходит сейчас в мире, действительно может очень мощно ударить не только по мужчине, но и в общем по вашим отношениям. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что я буду озвучивать очень важные пункты, благодаря которым у вас получится не навредить своим отношениям и тем более не возрастить в своем мужчине такого морального инвалида, не способного решать свои проблемы. Я прекрасно вас понимаю, что вам хочется, видя своего мужчину в сложной жизненной ситуации, помочь ему вытащить его из этой ситуации. И вот первая ошибка, которую вы допускаете, очень гладкая, важная ошибка, это попытка стать психотерапевтом для своего мужчины, залезть к нему в голову, навести там порядок и найти выход из ситуации. Огромная ошибка женщин в том, что вы не до конца осознаете, что мы вообще абсолютно разные. И в тот момент, когда вы пытаетесь помочь мужчине, он по-своему пытается выбраться из этой ситуации. То есть форма мышления мужчины, она немножко отличается от формы мышления женщины. И так как вы видите мужчину рядом с собой в стрессе, вас начинает колбасить, вы уходите больше в эмоциональную составляющую. Хотя есть уникальные женщины, которые в стрессе наоборот концентрируются и выдают точечные решения. То есть у них образ мышления такой мужской. И бывает обратное, когда мужчина начинает истерить и, например, вести себя как женщина. Весь в эмоциях, то есть он не идет в структурное мышление, не пытается по спирали решить свой вопрос. Есть мысль и пошел в спирали видно ее развивать, развивать, пока не нашел какое-то решение. Он может уйти тоже в эмоции. Поэтому ваша задача, во-первых, не бежать на помощь мужчине, а просто понаблюдать со стороны, в каком состоянии он находится и как он вообще воспринимает этот стресс. Если вы обнаруживаете, что он поддается эмоциям, громко разговаривает, такие широкие жесты, ругается матом, не находит себе места, ходит из угла в угол, возможно, там хватается за бутылку за алкоголь, весь недовольный чем-то, не нужно пытаться его успокаивать. И ему так становится легче. Это его форма стабилизации психики. То есть здесь не нужно бегать за ним и кричать, все будет хорошо, мой зайчик, все будет хорошо, мой котеночек, гладить его по спинке. Будет проще, если вы просто подойдете, обнимете, поцелуете и отстанете от него. Если вы видите, что ваш мужчина находится в состоянии постоянного размышления, и он думает, 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 не пытайтесь читать его мысли, не пытайтесь заставлять его делиться этой информацией. То есть ваша задача быть наблюдателем. Естественно, бывают такие кризисные моменты, когда у мужчины не то, что опускаются руки, а у него могут происходить такие явные виды изменения не только в поведении, но и в самочувствии. Когда у него может подскочить артериальное давление. Здесь, безусловно, вызываем врача, скорая помощь. Когда могут начаться проблемы с сердечно-сосудистой системой. Это тоже все возможно. Поэтому не пытайтесь быть мега-супер-помощницей. Наблюдайте со стороны и позволяйте мужчине постепенно стабилизироваться. Вторая ошибка, которую вы допускаете. Вы не осознаете разницу между поведением мужчины в стрессе и поведением женщины в стрессе. Большая часть женщин, я не говорю на 100%, большая часть женщин в стрессе нуждается в особой поддержке в виде «Давай поговорим». Она хочет, чтобы ее выслушали. Она хочет, чтобы с ней были рядом. Чтобы ее обняли. Чтобы ей сказали «У тебя все будет хорошо. Мы со всем справимся. Я рядом. Можешь на меня положиться». То есть женщине очень важно быть в диалоге, ей важно чувствовать поддержку и опору на абсолютно разных уровнях. Начиная от тактильной близости и связи, заканчивая эмоциональной поддержкой. У мужчин, у нас все немножко по-другому. Когда мы уходим в состояние стресса, с нами не нужно разговаривать. А многие женщины пытаются разговорить своего мужчину. Они пытаются залезть ему в голову и начинают задавать вопросы. Я вам приведу очень простой пример. Приходит ко мне женщина и говорит «Мы постоянно ругаемся с мужем». Почему ругаемся? А у него работа очень напряженная, нервная. Он там занимается какими-то поставками какого-то оборудования. И часто бывает, что на таможне задерживается этот товар, его оборудование. И у него, естественно, горят сроки, штрафные какие-то санкции, пение от заказчиков и так далее. И он как на иголках. А я вот пытаюсь его, как близкий друг, как жена, подойти и сказать ему «Ты знаешь, все будет хорошо, не переживай». И пытаюсь его отвлечь на какие-то другие темы поговорить. А он еще больше заводится. Отмахивается от меня, мы ругаемся и вообще не разговариваем. Внимание. Почему отмахиваются и почему они после этого не разговаривают? Для мужчины это единственный способ побыть наедине с собой в стрессе. Это архиважно для нас. И так как женщина этого не понимает по-хорошему, мужчина бессознательно идет с ней в скандал. Она обижается, уходит и он тем самым высвобождает для себя вот это свободное пространство. Еще раз повторюсь, женщине важно, чтобы ее поддерживали в стрессе, чтобы с ней разговаривали. Мужчине важно побыть наедине с собой. Если даже не наедине с собой, ему важно поехать к таким же, как он, соплеменникам, щетиной, потным, посидеть за одним столом. Возможно, где-то даже пожаловаться своим друзьям, попросить у них поддержку. И когда эту поддержку будут давать мужчины, мужчина к этому будет нормально относиться. И даже если кто-то в компании скажет, ты лошара, не надо было так делать, он не обидится, он к этому отнесется абсолютно с пониманием. Но если женщина будет настойчиво предлагать свою помощь, мужчина на бессознательном уровне будет чувствовать себя слабым рядом с ней. То есть она мне помогает, потому что не видит во мне мужчину. Она мне помогает, потому что видит во мне слабака. И чем больше вы будете навязывать эту помощь, тем дальше будет от вас ваш мужчина. Запомните это раз и навсегда. А что тогда делать, если он весь в стрессе, ему тяжело, видишь, что он весь сжатый, и что, мне вообще не подходить? Нет, можно подойти, почему не подходить? Женщина может подойти к мужчине, задать вопрос. То есть как бы, как ты вообще видишь эту ситуацию? Какова моя позиция? И выслушать мужчину, и отстать от него. Все. Здесь не нужно быть вундеркиндом, не нужно читать какие-то книги. И мы же говорим сейчас про адекватных мужчин. Понятно, если она заходит на кухню, он там в блевотне лежит своей, и она его ногой толкает и говорит, «Вася, ты придумал что-то, как мне выбираться из жопы?» А Вася там пузыри мыльные пускает, блин, из ноздрей, понимаешь? И не может ответить ей на вопрос. Мы же не про такого мужчину говорим. Мы говорим про мужчину, который оказался с трудностями. И здесь же важный момент. Женщина должна понимать, нам очень неудобно признаваться в том, что мы проиграли, особенно перед своей женщиной. Это на подкорке записано у нас. Мы не можем по природе своей быть лузерами перед женщиной. И мы уходим в себя, ищем какой-то путь, ищем какое-то решение. А когда женщина кудахчет над мужчиной, как наседочка такая, она пытается его перышками пригреть, она где-то даже переключается на такую материнскую энергию, становится мамой для него. А ему в этот момент мама не нужна. Мужчине в стрессе важно понимать, что его по-прежнему воспринимают мужчины. И гораздо круче, когда женщина в виде своего мужика в стрессе станет для него еще более сексуальной, еще более развратной, еще более такой, знаешь, теплой с позиции женской энергии, эротизма своего. Тогда мужчина понимает, что он не перестает быть мужчиной. Я тебе расскажу одну историю. У меня был приятель, который достаточно такой хороший бизнесмен с большими деньгами. И ему замораживают счета. Причем замораживают все, которые есть. Карточки его, счета в банке. И там какие-то были деньги, но недостаточная сумма для того, чтобы обеспечивать жизнь семье так, как это было раньше. Есть жена, которая, как самая настоящая женщина, нигде не работала. Занималась там детьми, спортом и красотой своей. И мужу готовила борщ. Она находится рядом с ним. И он, естественно, столкнувшись с такой трудностью, начинает суетиться. Это суета. Ты можешь себе представить? Да, у тебя было много денег, а сейчас ты даже ими пользоваться не можешь. Его начинает колбасить. То он в алкоголь. То он в какие-то гулянки. В какие-то посиделки с друзьями. И она его не трогает. А почему не трогает? Я сейчас объясню. Как только, если бы она только попыталась вывести его на какой-то диалог, она бы дала ему такую инструкцию. Говорила бы, надо делать так, а ты подумай над этим. То есть, мужчина уже начал бы принимать решения не в соответствии со своими мыслями, а в соответствии с тем, что она ему надиктовывает. И если в этом случае он бы не нашел выход из ситуации, он бы обвинил ее в этом. И они бы вообще разбежались. И когда я спросил у этой девушки, женщины, как ты себя повела, я его просто оставила в покое. Вот я отошла в сторону и позволила ему быть разным, каким он хочет. И это касается, кстати, мужчин. Нам, мужчинам, крайне небезопасно в стрессе пытаться быть всегда сильными. Иногда, это знаешь, как падение на дно. Важно коснуться дна и оттолкнуться. Потому что если ты уже ушел под воду, но явно сопротивляешься, у тебя рано или поздно вообще силы пропадут, и ты утонешь. А когда ты набираешь воздух, опускаешься, отталкиваешься от дна и всплываешь наверх, тебе становится, у тебя шанс появляется выжить. Также и здесь, если мы уходим в стресс, нам важно признаться себе, что я могу быть слабым, я могу быть проигравшим. Как только это понимание приходит, у тебя восстанавливается ресурс. И это даже можно рассмотреть с точки зрения вегетативной нервной системы. То есть, когда ты приходишь уже в состоянии обессиленности, у тебя организм просто-напросто сдается, расслабляется, и вегетативка переключается с симпатики на парасимпатику, и идет процесс восстановления ресурсов. Так вот, возвращаясь к этой семейной паре. Этот мужчина, его колбасило несколько месяцев. И где-то на третий месяц он пришел в себя. Он вышел из этого состояния, он понял, что вот такими действиями он никогда не решит вопрос. А теперь представь себе другую ситуацию. Он решил пойти, грубо скажу, нажраться с друзьями, с горем. Она говорит, нет, не надо, давай лучше вместе думать, что делать, что такое, надо решать вопрос. Все, он не попробовал этого, а там могло быть решение вопроса. Они реально могли сидеть там за рюмкой, и кто-нибудь что-то ляпнет. А у меня там есть знакомый, а давай попробуем вот это, а ты пробовал обратиться сюда. То есть, появляется какое-то решение вопроса. А он сидит возле нее. И если он пошел у нее на поводу, значит, давай действуй. Очень многие процессы, вот такие скрытые конфликтогены, скрытые решения, которые дистанцируют семейную пару, они находятся не на поверхности. Вот у меня программа даже, да, которая, я каждое видео говорю про нее. Я такая, одна удобная или уникальная. У меня есть вебинар там про отношения мужчины и женщины, где я не то что подробно, я там разжевываю на молекулярном уровне вот эту разницу психологии нашу с женщинами. И почему многие женщины, не понимая себя и своей природы, не могут выстроить нормальные отношения с мужчиной. И вот если бы женщины не были ленивыми, а я здесь большая часть женщин, как ни странно, они не ленивые, но есть категория ленивых женщин, которые мечтают о счастье, но при этом ни хрена для этого не делают. Это, кстати, вот девушкам, которые хотят этот вебинар посмотреть и очень важные темы для вас. Под этим видео ссылочка, переходите по ней после просмотра видео и регистрируйтесь. А вот если, подводя вот итог твоему вопросу, ты вот поставь себя на место этого мужчины. Представь себе, у тебя возникла ситуация стрессовая, ты приходишь домой, тебе чего хочется? Всех отодвинуть, да не трогайте меня. А, понимаешь, а женщине почему неспокойно? Она пытается вывести мужчину на разговор не потому, что она хочет ему помочь, она пытается услышать от него какие-то фразы, какие-то разговоры для того, чтобы себя успокоить. К примеру, он говорит, я все решу, я знаю решение вопроса. Ей уже вообще пофиг на него. Вот поверь. И таких примеров миллион можно привести. Вот женщина ходит и так к нему, и эдак. А может быть, хочешь поесть? А может, тебе чай сделать? А может, тебе бутерброд? А может, ты полежишь? А может быть, это, а может быть, то. И она это делает не потому, что она хочет за ним ухаживать. Она хочет услышать главную фразу. Любимая, все нормально, я решаю вопрос. А она суетится, потому что она даже не понимает, о чем он думает. Это вот для семейной пары тоже очень важно понимать. И мужчине, и женщине. Если мужчина видит, что женщина вокруг него крутится, и пытается по-всякому быть в его пространстве. Несколько слов скажи. Любимая, я сейчас думаю над решением вопроса. Или я уже придумал, как решить вопрос, дай мне до конца это все сообразить. Мне нужно все понимать, как надо делать. Все. Она спокойна. Очень важный момент, ну такой даже пошаговый план для девушек, которые не понимают, как себя вести. То, что нужно оставить мужчину в покое, мы уже с вами проговорили. То, что не нужно пытаться превратиться в психотерапевта для мужчины и, не знаю, вытаскивать его из состояния этого, мы уже с вами проговорили. Следующий очень важный момент. Это не выходить за рамки своего привычного режима дня. Да, вот видите, мужчину в стрессе не нужно отменять что-либо для того, чтобы контролировать его состояние. Я вам приведу такой пример. Одна девушка приходила ко мне на консультации не для того, чтобы получить какую-то помощь, а для того, чтобы проговаривать мне все то, что она хочет проговорить мужчине, но не знает, как он это воспримет. Вот он в стрессе находится, у него там проблемы серьезные. И она говорит, что у меня масса вопросов, масса тем для разговоров, а я не знаю, как с этим подойти, может быть, я наврежу. И она приходит и просто рассказывала мне все это, за что я переживаю, что меня смущает и так далее, и так далее. Но очень важный момент, к которому мы пришли, это то, что ей необходимо придерживаться привычного распорядка дня. А она отказалась там ходить на спорт. То есть у нее был постоянный спорт, тут она уже на спорт не идет, сидит, наблюдает за ним, что там с ним происходит. То есть это очень важный момент. Вот вы занимались спортом, ходили на работу, встречались с подругами. Не нужно выходить из этих привычек. Не нужно выходить за рамки своего режима. Потому что это еще сильнее усилит ваше состояние стресса. То есть ладно, он в стрессе находится, так и вы еще будете стрессовать еще сильнее. А почему? Наверняка те привычки, те увлечения и занятия, которые у вас есть, общение с людьми, это некие точки опоры внешней. И благодаря этим опорным точкам вы стабилизируете свое состояние. Вы там получаете какую-то энергию, внимание. Там очень явно работают какие-то гормоны, которые вас питают. А тут вы от этого отказались. И мало того, что у вас временно подшатнулась внутренняя опора, видя мужчину в стрессе, так вы еще откажетесь и от внешней опоры. И скатитесь туда же. Поэтому ни в коем случае так не делайте. А сейчас, девочки, самый крутой лайфхак, который вам никто никогда не рассказывал. Я вам сейчас расскажу. Как женщине понять, что ее мужчина выйдет из стрессового состояния и решит вопрос. Никогда об этом не думали. Не задавая ему вопросов. Не разговаривая. Не обращаясь к каким-то бабкам-гадалкам. Я, кстати, тоже историю сейчас быстро расскажу. Приходит ко мне девушка и говорит, у меня мужик в стрессе. Пьет вторую неделю. Лежит на диване. Я пошла, говорит, к гадалке. Вот. Пришла. И для того, чтобы не давать ей никакой подсказки, ну, мало ли, думаю, какая-то аферистка. Я прихожу, значит, грустная такая. И она раскладывает передо мной карты, смотрит на них и говорит. Так смотрит, 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 смотрит. И говорит, женщина. У него женщина появилась. Это точно. У вас, в вашу семью вмешался человек с очень мощной энергией. И она говорит, можете себе представить? Она начинает там ей какой-то расклад делать. Я это уже по ее рассказу. Когда она сказала мне про какую-то женщину, я первые две минуты просто улыбалась внутри. Думала, вот дура. Какая женщина. Но когда я от нее уходила, я готова была разорвать своего мужа. Я ехала домой с таким настроением и думала, я его просто убью. И она приехала, закатила ему такой скандал. Он в ахере. Поднимает голову на нее, смотрит. Ты что, с ума сошла, что ли? Какая женщина? Так она его чуть не убила там. Это я к чему говорю? Что не нужно ходить к ним. Не нужно ходить, пытаться выяснить, что там у него в голове. Я вам расскажу сейчас, как определить, ваш мужчина находится в состоянии решения вопроса или он провалился глубоко в стресс. Мы с вами прекрасно понимаем, что телесную метафору, то, как показывает себя тело и выражает тело, никогда не обмануть. То есть тело выдает естественную реакцию на стресс. Первое. Если ваш мужчина в состоянии стресса чаще всего находится в позиции лежа, на бочку, на спине, эмбриончиком свернулся. Это говорит о его психологической детской позиции. Это говорит о том, что он не может найти решение вопроса, он не чувствует опоры под ногами и вообще находится в состоянии бездействия. То есть он исключительно на уровне своего мышления, на уровне своих страхов, на уровне своих сомнений. Он даже не находится в моменте решения вопроса. Поэтому, когда многие мужчины лежа рассказывают женщине о том, что он думает, ни хера он не думает. Он уходит от стресса. Он просто пытается так стабилизировать свое состояние. А здесь же психологические моменты срабатывают. Особенно, если мы говорим про позицию лежа, это детская позиция. Следующий момент очень важный. Это если мужчина постоянно сидит. Вот он в стрессе постоянно сидит. Это такая позиция, когда мужчина вроде бы и понимает, что нужно делать, но не может найти внутренние ресурсы, чтобы перейти к действиям. Такая позиция сидя, она такая больше подростково-юношеская. Но при этом она гораздо лучше, нежели позиция мужчины, который лежит. Если же вы видите своего мужчину в стрессе, твердо стоящим на ногах, он ходит, он стоит, он размышляет, он уходит, например, в спортзал заниматься спортом, он там тягает какие-то железки, или пошел там драться, или он там еще что-то делает. Вы должны понимать, что даже если он не понимает, куда идти, даже если он еще не понимает самой сути решения вопроса, он находится в активном поиске. И это показатель зрелости мужской. Вот когда мужчина лежа размышляет о проблемах, это детская позиция. И у него может быть вот такая борода, у него могут быть вот такие мышцы, он может быть вообще мега-супер-брутальный, но его психика и тело все покажут и выдадут. Обращайте на это внимание. И вот если ваш мужик лежит, там еще есть повод для беспокойства. А если он сидит, либо движется и что-то делает, вообще даже не парьтесь. Ваш мужчина находится в состоянии решения вопроса. Если вы хотите еще больше понимать и осознавать себя, в первую очередь, как стабилизировать себя в стрессе, как переключать вегетативную нервную систему, хотя это сложно сделать, не понимая процесса, как, например, управлять гормональным фоном в организме, не прибегая к медикаментозному вмешательству, под этим видео есть ссылочка, переходите по ней и регистрируйтесь. Всем пока-пока, скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok